Мы продолжаем программу «Неспящие», и я с радостью говорю вам о том, что Станислав Чигадаев за фортепиано в нашей студии сегодня. Григорий Воскобойник держит в руках контрабас, а на кахоне педали с колотушкой и... Какой колотушкой? И чекеритас. Сегодня Юэль Гонсалес. Все вместе это трио «Добрый вечер». Добрый вечер, друзья. Добрый. Хотелось бы услышать немного музыки. Колотушка, ты его делал просто. Хорошо, как ты хочешь назвать этот музыкальный инструмент? Клаве? Кавбелл. А, ты хочешь «Аго-го», тогда это «Аго-го», «Аго-го», «Аго-го». Итак, сегодня в студии Юэль Гонсалес играет не на колотушке, а на «Аго-го-белл». Колокольчик «Аго-го». Трио «Добрый вечер». Юэль Гонсалес играет не на колотушке, а на колотушке. С Landesregierung. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Это трио «Добрый вечер» и несмотря на попытку доминирования ритм-секции, руководит ансамблем мужчины за клавишами. Станислав Чиганаев, Станислав, добрый вечер, здравствуйте. Действительно ли вы руководите ансамблем? Ну у нас вообще демократия, но аранжировки, которые пишу для ансамбля, это все-таки моих рук дело. Дело в том, что мы собирались поговорить о музыке Антонио Вивальди, поскольку к 340-летию Антонио Вивальди приурочен следующий концерт коллектива. Но почему-то вначале они сыграли произведение Петра Ильича Чайковского из балета «Щелкунчик», который называется «Трипак». Как все произошло? Дело в том, что 6 лет назад наш первый концерт состоялся во Всемирный день добра. Поэтому вот и после этого концерта мы поняли, что у нас одна волна, мы любим одну и ту же музыку. Вот с Гришей мы закончили Государственную консерваторию Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Именно поэтому у Григория ноты сегодня, видите, редкий случай. На которых написаны не ноты, а буквы, но все равно. В любом случае, после нашего концерта мы поняли, что мы на одной волне, и после этого не перестаем удивлять новыми ржировками и концертами. Спасибо большое, Стас. Чему будет посвящен концерт 29 апреля? Концерт 29 апреля. А будет ли он вообще? Смотря, приедет ли Калил Вилсон из Соединенных Штатах Америки. Именно об этом я и хотел вас спросить. Может не приехать, да? Ну, все может быть, но мы очень надеемся, что он до нас долетит. Я в этом уверен. Билеты он уже купил. Самолетом летит? Да, он летит самолетом. И это пройдет. Да. Этот концерт будет посвящен американской музыке. Там будут исполнены джазовые стандарты в нашей авторской анжировке. Они будут и в поп-версии, и смуз-джаз будет, и очень жаркие импровизации Диме Семенова, который играет на тенор-саксофоне. Между прочим. Между прочим, это вам не альтсаксофон. Да, это всякий скажет, что даже не сапрадо. Тем временем, Юэль, вы ведь сегодня здесь оказались просто потому, что вы чувствуете ритм лучше, чем многие другие. Да, это правда. И это еще один точный вопрос от меня. Я хотел спросить тебя, на самом деле, об этих штуках, которые ты показывал в самом начале. С этими инструментами мы, правда, не знакомы. Это шейкеритус. Шейкеритус. Шейкеритус, да. Это шейкеритус фор кахон, для кахона. Для кахона. Это как бы я придумал. Так. А вот так выглядит хорошо. Отличное название для коктейля. Шейкеритус для кахона. Это просто два шейкеритуса. Это такое уменьшительно, ласкательное. Ну, как бы, испанский и английский. Шейкеритус. Шейкеритус. То есть это некий шейкер, да, Юль? Да. Но только когда ударяешь. А так не работает? Ну, может, почему? Может и так. Но это так тоже. Если вы бьете кого-то, у вас шейкеритус как бы срабатывает. Срабатывает. Думаю, я наоборот как бы поняту. Программа «Неспящая» — это программа о полезных вещах. И сейчас мы вас познакомились с новым музыкальным инструментом, который называется шейкеритус. Шейкеритус. И так он звучит, между прочим. Спасибо, Юль. Григорий, поскольку мне хотелось бы вас спросить. Планируете ли вы принять участие в концерте «Трио Добрый вечер» с участием «Балалайки»? А я нужен? «Балалайки» его еще. Да, конечно. Я хотел сказать, что Стас привел очень... Стас принес очень много нового в нашу вообще санкт-петербургскую жизнь музыкальную. За это тебе большое спасибо. А также Стас молодец, находит уникальных совершенно музыкантов. И вот одним из этих человеков стал вот этот вот балалайшник. Я никогда в жизни даже представить себе не мог, что так может играть человек на таком инструменте, где всего лишь три струны и две из которых одинаковые. Я поясню, мы будем исполнять на «Балалайке» и джаз, и классику, и фанк, и как раз Чайковского, которого мы слышали в начале. Вот почему мы услышали Чайковского в самом начале. Но я не про это. Да, пожалуйста, Григорий. Ты меня сбил, и моя мысль потерялась. Ну, пока Григорий ищет мысль, теперь все-таки давайте, чтобы эта композиция была закончена. «Вивальди Today» 11 мая в Петербурге будет именно этот концерт «Трио Добрый вечер». Вот у меня в руках диск, и вам, наверное, это понравится. А у тебя в руке диск? В правой руке. Да, в левой руке у меня нет диска. Как верно заметил Григорий. А поскольку вы не запланировали исполнение музыки Антонио Вивальди сегодня вообще, насколько я знаю, я хотел спросить, может быть, ну, 20 секунд можно услышать, как выглядит Вивальди в вашем исполнении? Ну, вдруг это возможно. По 10 секунд в исполнении «Трио Добрый вечер» мы услышали музыку Антонио Вивальди. Спасибо. А теперь, друзья, давайте перейдем, может быть, к отрепетированным произведениям. Спасибо. 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 Мы на этом заканчиваем программу. Ну, сразу после нас, хотя, впрочем, нет, сначала подпишитесь на паблики телеканала 78 в социальных сетях, там много интересного, моменты, не вошедшие в эфир и, конечно, архив программ. Ну, а вот теперь о том, что будет после. Картина «Убийство на 100 миллионов». В одном крупном банке поздно вечером происходит взрыв. В это время на месте должен был находиться владелец банка, но кабинет разворочен, а трупа нет. Что делать? Узнаете сразу после «Неспящих». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова